Друзья, сейчас мы вам расскажем про концептуальный электромобиль, флагманский смартфон от Nokia и про еще один смартфон, выделяющийся крайне привлекательным и необычным внешним видом. Компания Mercedes-Benz продемонстрировала концептуальный электромобиль Vision Mercedes Maybach 6 кабриолет. По словам автопроизводителя, двухместный кабриолет длиной почти 6 метров, в котором объединенный чувственный, эмоционально привлекательный дизайн и новаторские технические решения дает представление о роскошных электромобилях будущего. Проектируя кабриолет, разработчики обратились к стилю ар-деко и отдали дань временам высокой моды и штучной, ручной работы в автомобилестроении. Силовая установка мощностью 750 лошадиных сил разгоняет кабриолет до 100 км в час менее чем за 4 секунды. На одной зарядке аккумуляторной батареи машина может проехать до 500 км. Система быстрой зарядки позволяет всего за 5 минут зарядить аккумуляторы на 100 км пробега. Для электромобиля был выбран темно-синий перламутровый цвет, в котором хорошо контрастируют хромированные декоративные элементы и спицы 24-дюймовых колес. Округлая форма задней части призвана вызывать ассоциации с яхтами. Интерьер обшит белой кожей, на каждой декоративной кнопке обшивки есть логотип Mercedes с синей подсветкой. Пол отделан деревом и алюминием, продолжая перекличку с темой яхтинга. Производитель отмечает наличие центрального тоннеля с оптическими волокнами с синей подсветкой, которые символизируют потоки энергии, приводящие машину в движение. Приборная панель включает цифровые дисплеи, стилизованные под аналоговые индикаторы. Дополнительная информация проецируется на ветровое стекло. В состав бортовой электронной системы входит голосовой помощник. На прошедшей неделе был представлен флагман линейки смартфонов Nokia – Nokia 8. Он построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 835, оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Позже планируется выпуск разновидностей с удвоенным объемом флэш-памяти. Есть слот microSD, рассчитанный на карты памяти объемом до 256 ГБ. Аппарат получил дисплей типа IPS размером 5,3 дюйма и разрешением 2560 на 1440 пикселей. Он защищен стеклом Gorilla Glass 5 со скругленными углами. В оснащении Nokia 8 следует выделить сдвоенную основную камеру. Ее конструкция включает два датчика разрешением по 13 Мп, цветной и монохромный. Камера позволяет снимать видео 4К. Она снабжена стабилизированными объективами с диафрагмой f2.0 и вспышкой на двух светодиодах. Фронтальная камера также имеет разрешение 13 Мп. Интересной особенностью Nokia 8 является функция DualSight, позволяющая транслировать в YouTube и Facebook изображения с основной и фронтальной камер одновременно. Другой особенностью устройства является возможность записи объемного звука при видеосъемке. Работу смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3090 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Продажи Nokia 8 в четырех цветовых вариантах должны начаться 6 сентября по цене около 600 евро. Смартфоны будут поставляться с операционной системой Android 7.1.1. Компания CyberLink представила разработку, построенную на технологиях дополненной реальности. Речь идет о сервисе PerfectCam, который накладывает макияж на лицо абонента в реальном времени в ходе сеанса видеосвязи. Сервис CyberLink PerfectCam совместим со Skype, Skype for Business, Google Hangouts и CyberLink Q. По словам производителя, сервис PerfectCam предназначен для применения в деловой сфере. Он дает возможность абоненту всегда выглядеть наилучшим образом в ходе презентаций и телеконференций. В настройках сервиса есть заранее подготовленные профили для ситуаций, различающихся степенью официальности. Переключение между ними выполняется одним щелчком мыши. Конечно, пользователь может создавать и свои наборы настроек. Стоимость сервиса около 10 долларов в месяц. В течение 30 дней PerfectCam можно пробовать бесплатно. Чтобы стать дорогой компанией, в сегодняшнем мире совсем не обязательно создать и продавать успешный продукт. Достаточно привлечь интерес инвесторов. Примером может служить компания Essential Phone, представившая смартфон Essential PH1, разработку которого организовал создатель OS Android Andy Rubin. По последним данным, стоимость компании недавно перевалила за 1 миллиард долларов. Что касается смартфона, его шасси изготовлено из титанового сплава. Задняя крышка керамическая, а дисплей защищен стеклом Coning Gorilla Glass 5. IPS-дисплей занимает почти всю переднюю поверхность устройства, его углы скруглены, а сверху в центре расположена выемка, где находится модуль фронтальной камеры. Размер экрана составляет 5,71 дюйма. Разрешение 2560 на 1312 пикселей. Смартфон построен на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 835 с восьмиядерным процессором, работающим под управлением Android Nougat 7.1.1. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ, флэш памяти 128 ГБ. В оснащение аппарата входит сдвоенная основная камера разрешением 13 Мп и фронтальная камера разрешением 8 Мп. Обе они поддерживают съемку видео 4К с кадровой частотой 30 кадров в секунду. Также следует упомянуть дактилоскопический датчик и порт USB Type-C. Интересной особенностью устройства является разъем для подключения внешних модулей. В качестве примера модуля представлена камера, способная снимать сферическое видео 4К. Смартфон Essential PH1 оценен в 700 долларов, доступен для предзаказа, а отгрузки начнутся с дня на день. На этом все, если вам понравилось, не забудьте поддержать наш проект. Спасибо за внимание и до следующей недели! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok